всем привет в этом видео я хочу рассказать как кастомизировать деволкера и немного о самом деволкере ну то есть вообще стоит его брать или нет в общем когда вы исследуете ну как точнее когда у вас добавится возможность использовать деволкера после одной из заданий а именно это вот это дорога в ад дорога в парк вы когда вы вывозят этого доктора эмерика у вас как раз появится возможность использовать для своих миссий девокер я вам покажу как его использовать вот но сейчас немного о самом деволкере и так вот вы получили возможность пользовать деволкер да вы можете разработать для этого деволкера всякие приспособления это все находится в меню разработка заходить разработка оборудована напарника оборудована партнер и тут вас будет доступно вот все что вы можете разработать вот это было кладка увеличить боезапас вашего деволкера автомат заряжать увеличить успение перезарядки это манипулятор мачете у вас вместо руки обычной которые вы обычно можете что-то хватать и обрушать противников у вас появится рука с мачете то есть вы будете противников не обрушать а рубать просто рубать также можете пистолет вот исследовать для деволкера это усыпляющий пистолет а убивающий гатник можете исследовать тур то есть ракеты и огнемет вот исследовать что-нибудь из этого вы потом можете применить на своем деволкера теперь я вам покажу покажу как как использовать деволкера в миссии вот и как его кастомизировать вот вы выбираете какую-нибудь миссию выбирайте какую-нибудь миссию ну давайте к примеру к примеру последу да выберем последу выбираем зону высотки и нас перенесет в меню подготовки к нашей миссии далее мы переходим мы переходим во класс выбор напарник вот сейчас нас подсвечит напарник дихорс мы заходим напарник и выбираем и волкера нашего выбираем вот вот наш деволкер вот с параметром 1 а да я забыл вам как бы выбирать параметр параметр 1 потом просто нажимаем начать миссии и вы выезжаем на нашу миссию а теперь я хочу вам покажу как вашего деволкера как астонизировать вот там параметр 1 значит заходит изменить напарники и локер и вот параметры например заходите параметр 1 и выбираете своему деволкеру шасси тут вы можете выбрать все доступны деволкеру шасси вот эти я уже исследовал а в начале вам будет доступна вот это шасси вот со звездочкой 2 у меня уже со звездочкой 4 то есть мое шести более про прочно так оно внешне ничем не отличается далее выбираете основное оружие изначально у вас оружие основного не будет никакого то есть вы должны исследовать пулемет катлинга чтобы у вас вы появился дань изначально в нем будет по моему 500 или даже 250 патронов то есть чтобы увеличить боезапас вы должны увеличить уместимость деволкера по патронам иначе у вас будет по моему 250 патронов изначально у меня уже немного увеличивания 500 вот пулемет катлинга ставим потом добавим наружу у вас изначально будут вот такие вот пистолетики такие пистолетики вы можете исследовать поставить например вот такие вот пистолеты убивающие не усыпляющие также головной модуль можете следовать который будет помогать вам отмечать противников растению оценит обстановку вокруг очень полезная штука режим невидимости у него есть вот поэтому так же вот манипулятор есть по умолчанию которые вы можете оглушать противников ближнем бою если у вас например нету пистолетов со снотворным можете противника вырубить рукой и эвакуировать его на фултоне тут выбираете вот цвет можно такой вот цвет каму пляжный а можно однотонный вот все это выбрал подтверждаем окей вот и потом при старте миссии выбирать параметр 1 примеру и у вас вот такой будет девок на которого вы можете передвигаться параметр 2 вы можете кастомизировать и волкера по-другому например параметр 1 вы можете кастомизировать и волкер например с гатлингом и усыбляющим пистолетами да она параметр 2 вы можете кастомизировать сегодня вокруг например с боевыми пистолетами и с турами к примеру ну короче как ваши лучше угодно такой вот это просто не делай вот и потом используем его как так еще хочу вам сказать порта в том стоит не использует вашего его коротки нет вообще насколько он эффективен на миссия в бою я так не он не понравился совершенно вот совершенно он не понравился он хуже собаки он он тем более хуже молчу не молчу не одна может просто за секунды зачистить и любой блокпост тогда как и волк нет его к сетам не справиться он так если блокпост не зачистить это раз второе у диволкера кончаются патроны как на пистолет так и на ганчинг пополнять патроны для вашего диволкера не просто негде вы используете все патроны издательного выстрелить все у вас потом на больше не будет и что вы будете делать а например миссия еще долгое или например вы просто патри тк ходите и выполняете побочные задания вы просто на первом же блокпосту и буквально на втором блокпосту потратите все патроны и все вы будете вынуждены вашего диволкера бросить а он занимать ячейку на парке то есть весь ну вместо него можно взять блокчунь у которой бесконечные патроны которые зачищают просто блокпосты в лед особенно когда вы очень отдадите снайпе снайперку с усыпляющими патронами вот еще и сглушителем она просто влезащая блокпосты усыпляют всех противников и просто подходите и которая вам понравится вы приедете к себе на базу получайте себе на халяву солдата хорошего вот благодаря мужчине также можно собаку кастомизировать на на нейтрализацию противника вот не убийство а нейтрализацию то есть она будет калечить противников и вы покалечен тут тоже можете эвакуировать тоже довольно удобная улица собака подсвечивает что где находится где противники где там нужны растения или там металлы все-все она это видит вам указывает тоже удобный удобно на парке хоть вот хрень мне не понравилось перемещаться на нем неудобно он как-то по странному двигается по дороге как будто на этих на сам как скользит неудобно неудобно не так тормозить неудобно выходить из этого из режима езды короче вообще хрень полный не знаю и как по мне лучше тогда взять птр вместо транспорта чем этого девочка ну а там все спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал